Июль месяц, дорогие раки, прогноз для вас на июль 2021 года. Благоприятные дни для раков 18, 19, 26, 27 июля. Неблагоприятные дни 22 и 23 июля. Дорогие мои, все остальное это жизнь, обычная жизнь. Я говорю о днях или же датах, которые я не назвала. Хорошие будут у вас приобретения в июле месяце. Поздравляю, особенно в период с 1 по 9 июля, так как очень гармонично расположены к вам планеты. Покупки лучше всего совершать, ну, можно в интернет-магазинах, но я не знаю, я люблю пощупать, потому что я не люблю интернет-магазины, скажу вам честно, но пользуюсь этим, куда уж без них. Хотя звезды вроде как бы даже и не против. Они говорят, что ваши шансы получить хорошую скидку или приятный подарок достаточно высоки. Но это специально для раков. Так что другие знаки могут где-то что-то потерять, но раком, глядишь, и прибудет. Дай бог. Это благоприятные дни для ремонта, для ремонта вышедших из строя, скажем, телефонов, бытовой техники. Я не люблю слово гаджетов. Вот уж действительно гады, да. Но в июле месяца могут быть непредвиденные обстоятельства, и даже, я бы сказала, неожиданные проблемы могут заставить вас поменять планы, свернуть с намеченного пути. Именно во вторую декаду месяца, поскольку эта декада пройдет под не совсем благоприятным влиянием Херона. Не планируйте важных дел именно на этот период. Постарайтесь минимизировать социальную активность. Во-вторых, постарайтесь работать со своими подсознательными процессами. Ну, вы сами знаете, насколько вы можете себя загонять через свое подсознание. 18-19 июля Луна будет образовывать к вашему знаку очень гармоничный аспект. Ну, что делать или что порекомендовать? Посмотрите видео, посмотрите какие-то познавательные фильмы. Может быть, это будут исторические, может быть, это будут какие-то автобиографические. Послушайте музыку. А еще посмотрите, если уж смотреть какие-то видео, то может быть видео, фильмы известных людей, об известных людях, чтобы они вас именно мотивировали. Насколько вот было сложно тем людям, но они вот благодаря там силе воли, своему дару и так далее, вот добились таких хороших результатов. Я даю гарантию, что после именно просмотра таких видео вы почувствуете себя окреленными. Самое главное, дорогие мои, хочу попросить не... У вас у всех есть знания, у вас у всех интуиция, предчувствие, граничащее с ясновидением, с ясновидением. В каждом конкретном случае, конечно же, я имею в виду вас, как людей, да, каждого человека в отдельности, надо разбираться. Потому что у раков намешано столько всего, такое впечатление, что все родовые или кармические узлы повесили на раков. Вот рождается в семье мальчик или девочка раки, все вешается на него. Ну, здесь надо разбираться, надо смотреть. Это или же на анализ натальной карты, или же анализ матрицы. Вы можете оказаться во власти очень любимой, дружественно настроенной Венеры. И Венера придет к вам на целых 10 дней. В период с 21 по 31 июля вы станете, ну, просто красавцами. Станете настолько дипломатичны, настолько уважительны, настолько культурны, что без труда сможете урегулировать любую конфликтную ситуацию. Но я вам желаю того, чтобы этих ситуаций не было, и чтобы вам не пришлось не то, что чужие, даже свои, не пришлось урегулировать. Используйте, знаете так, все, что будет происходить или что будет обостряться, постарайтесь использовать себе во благо. Не для того, чтобы манипулировать окружающими людьми или близкими. Вы это очень хорошо умеете. Кстати, это проходит у вас неосознанно, потому что вы начинаете себя загружать. Подсознание приносит очень много ненужной информации. Вы это все записываете на свой счет, и все меня не любят. Я бедный и несчастный или бедная и несчастная. Ну и поплыла. Помните, что за все ваши поступки рано или поздно тоже приходится отвечать. Ну, а коль вы себя грузите тем, что вы бедные и несчастные, ну, так чё ж, когда-нибудь да это тоже выстрелит. Блокируйте. Отношения, отношения. Одиноким раком начало июля будет, знаете, оно даст некую мягкость. Вам захочется проявить нежность. Вы будете способны к привязанностям. Будет отсутствие конкретной цели в поиске партнера. Но это все будет очень компенсировано неким благотворным влиянием Венеры, потому что Венера вас высветит таких красавцев. Вы сами даже себе будете нравиться, что бывает очень редко. Дайте Венере, позвольте Венере щедро одарить вам вас. И она тогда постарается, знаете, как бы приводить, показывать партнеров, то есть людей, претендентов на партнерство. Ну, может, на мужа, может быть, на друга, может быть, просто на человека, с которым вы будете какое-то время вместе проживать. Ох уж этот блуд, да? Говорят, мы же, я живу гражданским браком. Блудуем, ребята, блудуем, простите, пожалуйста, за мой, так сказать, за мое негодование. Ну, что еще? Отсутствие выбора, конкретного выбора. И это вечная проблема для рака. Выбор, выбор. Да, нет, да, нет. И это, конечно же, в июле тоже может сыграть злую шутку. И прежде всего в интимном плане. И это начнет проигрываться уже с 11 числа. Именно с этого момента Меркурий усилит активность в общении с противоположным полом. Ну, так в конце-то концов, раки, ну, определитесь, да или нет. Мы идем под венец или просто спим, так сказать. Или начинаем просто думать и строить глазки. Ну, определитесь, в конце концов. Ну, раки не имеют склонности к налаживанию серьезных отношений. Вы можете не заметить тянущихся к вам людей и даже обидеть кого-то. Вы можете, например, что-то сказать и таким образом можете породить слухи о вашей всеядности и, возможно, даже распущенности. Кстати, раки – это самые неутомимые любовники. Ну, я в таком интимном плане, об интимном плане говорю. Постарайтесь быть внимательнее к запросам. Не надо, как бы, давать все то, что ожидают от вас люди. Но и не, как вам сказать, не обещайте, не подавайте надежду. Потому что очень много людей, которые приближены к вам по судьбе, особенно это будет проявляться, проигрываться 18-19 июля. Ну, здесь, к сожалению, к счастью, ваша притягательность будет усиливаться, и вы будете находиться под покровительством Луны. А Луна – это женщина. Это, конечно, очень-очень красиво. То есть для мужчин это вообще… Мужчины раки вообще могут утонуть. Ой, в каких-то любовных утехах. Семейным ракам следует снизить требовательность как к себе, так и к своей второй половине. Не придирайтесь к словам, не домысливайте. Блокируйте все подсознательные процессы, которые дают пищу для переживания, для конфликтов. Это все вы можете надумать. Это все, как говорится, в раке, в раке, в раке. Вселенная просто над вами шутит. Да, вы, конечно же, дорожите устоявшимися отношениями, которые уже как бы себя зарекомендовали за этот период. А Меркурий усилит силу существующих уже чувств. Именно эти чувства будут усиливаться, если это семья и, например, там три, четыре, пять членов семьи, то это может быть некое такое единое ядро. То есть единение. Все друг друга любят, всем комфортно и всем хорошо. Избегайте, конечно же, проявления ревности к супругу или к супруге. И больше восхищайтесь достижениями своих детей. И даже их ругая, их ругая, ну не то, что ругая там, ух, и так далее, да, в таком конкретном. А поучая, все-таки не забывайте хвалить. Потому что детей всегда есть чем хвалить. Нельзя их гнобить. Простите за мой французский. Деньги карьера. Нептун коснется, а это ваша планета-покровитель, она, конечно же, коснется водной стихии раков с 1 июля и продлится до 11 числа. Во-первых, июль – это ваша стихия, это ваш месяц. Вы будете углубляться в сложный для общения свой характер. То есть могут возникнуть проблемы в общении. Это и где-то и лень. И какой-то, знаете, вот бывает, чего молчал или молчал, а я не знаю, вот что-то вдруг не захотелось, да, повезет тем представителям раков, которые заняты, может быть, имеют свой бизнес, индивидуальный труд. Это самозанятость, исследователи, изобретатели, программисты. То есть это те раки, которые докапываются до некой сути сами. Взаимное расположение урана с Юпитером позволит ракам в это время сделать выгодные вложения капиталов. Ну, уран – это планета воздуха, да, это неожиданности, это информация. А Юпитер – это деньги, это счастье, это вообще родиться с Юпитером и прожить всю жизнь с ним рядом, дорогие мои, не это ли счастье? Поэтому здесь, конечно же, придется, и уран с Юпитером дадут, могут дать такую пищу, могут сподвигнуть, чтобы поработать для себя же любимых, для каких-то могут быть полезные работы, покупки. Но многие даже, кстати, и не заметят этой возможности, поскольку будут углублены в мир идей, общение с людьми. И более того, вот это все общение, вот это вот для вас это будет рутиной. И это все будет очень утомительным, и не захочется куда-то поехать, хотя возможности будут, и даже будут настойчивые предложения. Ну, сказать, что это матушка лень, ну, я не буду, потому что всегда, когда Вселенная нам дает пряник, находится другая планета, которая пытается этот пряник выбить из руки или же его разделить. Ну, я буду надеяться, что так не будет с вами. Уже с 11 июля ваш график, личный график вторгнется в Меркурии. Он, конечно же, будет влиять вообще на внешний мир, на все ваши попытки связаться, пообщаться. То есть он будет высвечивать полностью, как бы заставит вас выйти из вашего болотца, простите, и начать уже движение, может быть, в некое... Давайте так, движение вперед и вверх. Коллеги на работе, руководство будут очень восприимчивы к вашему, так и хочется сказать, всплытию, да? То есть вы из болота выберетесь наружу, красиво оденетесь и будете шествовать по Матушке-Земле. Раки, которые будут зависеть от работодателя, ну, мягко, ненавязчиво, знаете, так вот, мягкой, тихой поступью можете добиваться повышения оплаты труда. Ну, немножечко как-то надо здесь найти, выработать некую стратегию, потому что если вы придете к начальнику и скажете, что вы мне мало платите, он скажет, ну, и увольняйтесь. Ну, здесь надо как-то продумать стратегию. Раки, которые, может быть, работают в области, их еще называют фрилансеры, могут добиться новых заказов, выгодных предложений. Ну, в крайнем случае, дорогие мои раки, не сидите дома. Это ваш месяц. Вы празднуете в этот период свои, скажем так, свой день рождения, вы родились в этот период. Вплоть до 22 числа шансы получения пользы очень велики, поэтому, мои хорошие, гребите, выгребайте наверх, всплывайте и давайте к нам. Комцу мир, как говорится. Июль обещает ракам финансовую стабильность. Это уже хорошо. Последние числа месяца, начиная с 24 числа, здесь надо будет быть очень-очень осторожными. Конечно, надо заняться физическим трудом, но здесь велика вероятность некого травматизма. Что я хочу сказать, дорогие мои, если по прогнозу это у вас должно случиться, значит, оно случится. Вот поверьте, тут избежать этого никак не получится, но в таких случаях я всегда рекомендую, ну, побудьте хотя бы, может быть, дома. Может быть, где-то будьте осторожны при переходе через дорогу с автомобилей. Конечно, кто-то и не почувствует, но какой-то процент раков все-таки могут пострадать. Это очень хорошо видно в личных прогнозах, но у вас личного прогноза нет, поэтому я здесь просто говорю, будьте, пожалуйста, очень осторожны, потому что вы можете банально порезать палец, отрезав кусочек хлеба. Такое очень-очень часто бывает. Вот напишите мне, у кого такое было, и у некоторых даже случается очень часто. Они уже могут считать это как неким наказанием, что нельзя им там хлеб, например, кушать. Нет, дорогие мои, просто так встают звезды. Да, таково движение планет. А есть еще раки, которые родились уже в натальной карте. У них отмечено, что это постоянные травмы, травмы и травмы. Самочувствие будет сильно зависеть, конечно же, от эмоционального состояния. Это период с 1 по 11 июля. И здесь будет ваш знак, ваша планета Нептун будет проводить инспекцию именно вашего знака. С 1 по 11 июля эмоции. Представьте, что рак сидит на дне болота, и он вдруг чихнул. Представляете, какие круги пошли по воде. Вот такая же ситуация может быть и у вас. Вдруг ни с того ни с сего проявляется нервозность, то есть могут зарождаться неврозы. Начинает проявляться некая независимая или неосознанная агрессия. Начинаются некие делерийные припадки, то есть человек не может остановиться, когда вступает в какой-то спор. Поэтому, дорогие мои, держите себя в руках. Если, например, вас начнут обуревать негативные эмоции, попробуйте избавиться от них, используя самые доступные психологические приемы. Например, возьмите, рисуйте что-нибудь, начните песни петь в конце концов. Я не знаю, только какие-то детские веселенькие песни. Поверьте, они тут же вот эту эмоцию, агрессию, вот эту нервозность, они все-все это уберут. И вы почувствуете облегчение. А если вы решите что-то рисовать, писать, психологи всегда рекомендуют это или сжигать, или же просто самолетиком выпускать куда-то. С 9-10 июля, это два эти дня, дорогие раки, не забывайте отдыхать, пожалуйста. Очень хорошо подойдет это 9-10 июля. Может быть, полежите на солнышке, позагорайте. Это, кстати, очень положительно скажется на вашем настроении, на вашей коже. Главное, не сгорите. Займитесь профилактикой сердечно-сосудистой системы, особенно если у вас имеется предрасположенность к такому заболеванию. Например, с 12 по 22 июля этот период пройдет под влиянием солнца. И это очень будет такой позитивный период, когда действительно даже солнышко будет вас, как сказать, лечить, поддерживать, греть будет вас. Именно с этой целью чаще бывайте на свежем воздухе. Наполните свой рацион продуктами, богатыми калием. Кстати, это может быть свежая картошка. Почему нет? Я знаю, что раки любят и драники, и картошечку, и вообще раки очень даже могут быть всеядными. Ну, это очень благоприятное время для избавления, например, от вредных привычек. Энергии будет не так много, но ее, конечно же, надо что делать? Грамотно распределять и научиться ее аккумулировать. Аккумулироваться энергия может только одним способом. Это что правильно мы ее не растрачиваем на ненужные переживания, на какие-то домыслы, на все то, что иногда приносит, дорогие раки, вам подсознание. Блокируйте все то, что вас разрушает и то, что вас расстраивает. Я не говорю, что надо полностью блокировать подсознательные процессы, но фильтровать или же выстраивать некие логические цепочки, то есть думать надо. У вас есть еще мышление, а это очень важно. Я уже сказала, что энергии будет не так много, но это будет давать негативно расположенный Плутон. Почему? У вас, Раков, очень непростые отношения с Плутоном, потому что Плутон – это потусторонний мир, это планета смерти, это очень много всего такого негативного к Плутону приписывают. Ну и Плутон – это всякие интересы, это и гадания, и сюда же, кстати, и астрология подходит, и ясновидение, и все, что только можно. Так вот, дорогие мои, если вы в этот период, например, будете где-то изучать какие-то, я не знаю, там заговоры ведьм, то, конечно же, вы потеряете энергию. Я всегда рекомендую только одно – не наслаивайте на свои программы, на свои родовые корни, на все то, с чем вы пришли, чужие программы. Развивайте свои, пожалуйста. Развивайте все то, что вам дано по жизни, по судьбе, ведь у вас еще по роду есть защита и есть поддержка. Вот это надо, вы знаете как, надо вот это вспахивать, поливать, развивать. Каким образом? Ну, я обычно предлагаю всегда матрицу судьбы. Хорошо, конечно, и анализ натальной карты, но я не знаю, но я очень люблю матрицу судьбы. Матрица судьбы четко дает информацию по жизни человека и все то, что рано или поздно реализовывается. Но самое главное, что матрица, она еще указывает, где, как должны работать те или иные знания. Поэтому у вас все это есть, прислушивайтесь к себе. Самое главное, что все то, что у вас есть и все то, чем вы интересуетесь и закладываете в свой внутренний мир, оно не должно вас разрушать и не должно разрушать других людей. Ну, самое главное, что здесь могу по плутону, который негативно располагается в вашем знаке, это порекомендовать быть очень-очень осторожными. Ну, возможно, кто-то занимается экстремальными видами спорта. Ну, будьте, пожалуйста, внимательными, потому что вы можете получить травму. Есть четкие указания для раков, поэтому я жду обратного отзыва. Пожалуйста, пишите в комментариях, как вы прожили этот месяц, что хорошего у вас случилось. Ну, и, конечно же, ну, не дай, конечно, Бог, чтобы случилось. Но если получились какие-то не совсем хорошие ситуации, тоже их опишите. А если вы еще добавите свои данные, дату, месяц, год, место, время рождения, то это будет очень даже хорошо. Я смогу провести тоже некий анализ. Дорогие мои, я вам искренне желаю здоровья. Я хочу, чтобы вы были здоровы, счастливы, богаты. Берегите тех, кто с вами рядом. А с вами была я, Зоя Климюк, психолог, энергопсихолог, астропсихолог, астроаналитик. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok